Дорогие друзья, перед тем как перейти к просмотру, небольшая просьба, напишите в комментарии под этим видео, до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо, также не забывайте подписаться и поставить класс. И вперед! После Барселоны в игру вступают еще два испанских коллектива. Реалисты сыграют в Мюнхене с Баварией и Атлетика сыграет с последним из Магикан. Я имею ввиду последнего представителя Англии в Лиге Чемпионов Лестера. Но сейчас поговорим о Баварии и Реале, про Лестера и Атлетика будет отдельный разговор и отдельный ролик. Подсказка на него должна появиться сейчас вверху экрана. Главный тренер Баварии Карл Анчелотти на пути к своей пятой победе в Лиге Чемпионов сразится со своей бывшей командой Реалом. Бавария и Реал проведут свой первый четвертьфинальный матч в среду 12 апреля в 21.45. До этого команды встречались 22 раза и это чаще любых других клубов в истории турниров УЕФА. Статистика на стороне Баварии здесь. 11 побед, 9 поражений и 2 ничьих. По голам 33-31. А вот поражение от Реала со счетом 0-4 в 2014 году остается самым крупным в истории домашних еврокубковых матчей Баварии. Рассудит команды в этот раз Никола Рецеоли из Италии. Знаете ли вы, что в своих пяти последних встречах Бавария четыре раза выигрывала и один раз проиграла 4 апреля Хофенхайму 1-0? А Реал в пяти последних встречах ни разу не проиграл. Четыре раза выиграл и один раз сыграл в ничью в последнем туре чемпионата Испании. С мадридским Атлетико 1-1. Ссылка на ролик чемпионата Испании появится также вверху экрана. Приблизительный состав Баварии на матч. Нойер в воротах, Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба, Видаль, Алонсо, Тиага, Алькантара, Рибери, Робен и Ливандовский выйдут этим вечером на поле. Не сыграет Хумельс и под вопросом Мюллер висит на карточке Боатенг. Кроме Мюллера под вопросом участия и Ливандовский. Без них Бавария будет выглядеть слишком ослабленной. А что мы знаем про Реал? Навас, Карвахаль, Рамас, Начо, Марселла, Казимира, Кросс, Модрич, Бейл, Бензема и Роналду. Не сыграет Пепе и Варан. Висит на карточке Модрич и Рамас. А вот что сказал Анчелотти о Зидане. Всегда говорил, что у Зидана есть все, чтобы стать хорошим тренером, сказал Карл Анчелотти. Он харизматичен. Интересно, что Зидан еще не стал хорошим тренером? Напомню, Зидан в свое время играл в Ювентусе, который тренировал, кстати, Анчелотти. Также тренер рассказал журналистам о Мюнхене. Это очень чистый город, тут спокойно. Люди уважают твою личную жизнь. Прогноз, штука неблагодарная. Но все-таки давайте посмотрим, какой коэффициент этот матч дает одна из ведущих европейских букмекерских контор. На победу Баварии 1.75, а на победу Реала 4.5, на Ничью 4.2. Победа Баварии оценена очень высоко, но не стоит здесь удивляться, так как в предыдущем матче на Ювентус тоже отдавали победу. Сами видите, что произошло. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.